девчонки всем доброе утро я собралась на тренировку немножечко вычихалась я очень сильно заболела попозже расскажу вам дала пока в краснодаре вообще приехала с температурой пролежала почти всю неделю до сих пор сопли есть но уже все уже пора на тренировку не могу больше лежать так что собралась и пойду сейчас заниматься потренирусь и потом уже с вами поболтаю немножечко подотекшая потому что прям надо рафлю и лежу все время короче такое вот состояние так что я пошла на тренировочку так девчонечки села вам рассказать о своих последних покупках подсобирала немножечко то что я взяла за период за этот сейчас буду делиться с вами вообще супер отзывами первое с чего хочу начать это вот моя незаменимая маска от xia max у меня закончилась уже она и я опять ее повторила шампунь у меня есть я сейчас пользуюсь от лебели уходом и вот как обычно как я вам рассказывала я чередую естественно ищу какие-то новинки что-то пробую но вот эта маска у меня всегда должна быть в наличии она просто идеальная увлажняют волосы это прям как скорая помощь очень крутая вещь следующая девчонки у меня уже заканчивается молочко для тела и я зашла сегодня себе взяла вот именно без вот этого уходового средства я последнее время никуда у меня куперосе вот на эти недавно выяснила у меня на коже а вот на ногах такие точечки красные но они как не красные вот луковички короче вот из-под волос их видно как-то я искала название в интернете это особенность кожи такая это не лечится ничем то есть нужно прям обильное увлажнение и тогда как бы их не видно либо загар в общем для себя я нашла вот это средство и хочу сейчас вам знаете немножечко такую заметочку сделать есть хэмп а есть хэмпс на конце с вот хэмпс она не настолько увлажняет я уже их перепробовала всем увлажняет но не настолько а вот именно хэмп просто наикрутейшая серия обожаю вообще люблю и вот сегодня я взяла в новом аромате классная штука девчонки я прям рекомендую вот это то что я чем пользуюсь на постоянку конечно много чего иногда себе покупаю потестить но вот незаменимые средства уже наверно года три у меня ксимоксон вообще очень давно это как вот вот эти вот средства теперь девчонки повторила мыло помните был такой у нас ажиотаж в каком-то из роликов девчонки вот этот бренд он на у нас в магазине мыло сумасшедшая в плане от дужки очень вкусно пахнет и мне даже нравится просто его выложить в мыльницу да и в ванной стоит такой знаете прям вкусный вкусный аромат в общем девчонки и вот это мыло просто супер увлажняет этим мылом я купаюсь ручки мою очень вкусная очень такой знаете мягенькая ручки увлажненные после него и вот аромат хороший аромат и альтернатива нашему нашумевшему бренду по мне тогда зелинский вот у них все мыло там да они все ты с таким знаете ароматом ярко выраженным и вот это тоже с ярко выраженным ароматом у меня парфюм есть я им пользуюсь он кстати очень стойкий ценник приемлемый теперь девчонки вообще моя последняя любовь я была в на маникюре и вот у них представлена вот такая косметика мне девочка сделала маникюр и сделала уходовый сделала уход это скраб скраб девчонки для рук и стоп это просто что-то с чем-то настолько идеально мягкие увлажненные ручки просто потрясающе даже кремом не надо потом пользоваться после я вот купила и и сделала себе ноги девчонки но у меня ноги очень пяточки шелушатся быстро после педикюра долго я не могу выходить чтобы были идеальные пятки в общем я вчера смотрела телек и вот его открыла и думаю сделала руки и сделаю думаю ноги просто эффект улетный девчонки вот прям скриньте я прям вот так буду держать и рассказывать а вы скриньте себе если вы найдете вот это что-то вообще с чем-то несравнимая очень крутая вещь никогда у меня не было вот такой на сто процентов крутой штуки мне очень понравилось такие знаете небольшие частички очень хорошо увлажняет приятный аромат вообще супер классная штука и сегодня еще вот покупала вот эти средства девчонок в магазине и взяла вот такую вот штучку это у нас разглаживающий парфюмированный спрей для волос пенка коз сандал аромат классный вот я его не тестила буду его тестить потом обязательно поделюсь с вами потому что девчонки вот у меня сейчас я с хвостом с тренировки пришла у меня волосы вроде бы сейчас норм нет у меня такие знаете супер стекущихся кончиков но все равно когда я сушу волосы они у меня пушатся чуть-чуть уже под конец допустим дня я утром помыла голову походила и они у меня прям но чуть-чуть вот тут подпушиваются потому что у меня лесенка отрастают неравномерно и мне вот хочется какой-то эффект гладкости маслом я сейчас для кончиков волос не пользуюсь потому что он масло пересушивает концы ну по крайней мере у меня и когда я была последний раз у мастера она говорит отставь пока сейчас масло хотя у меня хорошее масло для волос и от либель есть и есть вот сейчас покажу вам сразу пока сижу девчонки вот это вот масло я по рекомендации а луси его покупала видите вот расход я очень долго им пользовалась но расход вообще очень экономный кстати кому надо кто пользуется обратите внимание дано вот это вот масло и короче говоря девчонки я пока отставила и вот девочка мне порекомендовала она говорит попробуйте пожалуйста возьмите вот эту вот штуку говорит мало того что волосы будут вкусно пахнуть очень она еще и выпрямляет вернее разглаживает волосы и делает их такими знаете прям увлажненными получается что тут еще они пишут нежный аромат пионом с кокосом и сандалом это прям вообще супер спрей возвращает ухоженный вид тусклым вьющимся спутанным и поврежденным волосам распылить на влажные или сухие волосы расчесать волосы пальцами или щеткой не смывать приступить к укладке подходит для ежедневного применения короче попробую девчонки расскажу вам обязательно я любительница какие-то средства поискать такие знаете интересные чтобы вот они действительно работали по что вы знаете мою историю с волосами пытаюсь все это отрастить пытаюсь как-то привести в чувство их но немножечко сейчас вот у меня волосы не в норме и у меня были вопросы в телеграме мне девочка писала я и ответила на всякий случай девчонки еще раз продублирую смотрите вот это средство это я использую вот я помыла волосы наношу его на влажные волосы и уже потом сушу оно разглаживает оно увлажняет получается что тут у нас с маслом ши холодного отжима что там оно у нас делает восстанавливающий крем девчонки я не знаю но вот у меня его уже совсем чуть-чуть я им сейчас очень усиленно пользуюсь и как бы мне в принципе нравится я не могу сказать ничего то плохого не супер каких-то восторженных отзывов если вот это мне прям очень нравится если вот от этого я вообще в восторге то есть убитые волосы восстанавливает приводит в чувство сто процентов можно даже не экспериментировать смело покупать и я знаю что это будет рабочая тема волосы будут классные то это средство девчонки ну хорошие да хорошее средство и как бы вот больше наверное ничего о нем я сказать вам не могу так что короче девчоночки сделала вот такой вот вам обзорчик на продукты буду вот это тестить и уже потом вам расскажу потому что я конечно убиваюсь по волосам и мне надо девчонки привести их в порядок и все-таки надеюсь что я их отращу у меня уже вот такая вот длина но за счет того что у меня лесенка у меня волосы конечно не ложатся так как я бы хотела чтобы был ровный срез но надеюсь что я он когда-то их отращу до ровного красивого среза и будет все нормально все буду сейчас все раскладывать разбирать и увидимся тогда с вами немножечко попозже рассказала вам вот о новиночках девочки традиционный разбор продуктов сейчас покажу что купила и вместе с вами приготовим сегодня ужин уже давно не показывала готовку так у меня закончилась соль девочки но я предстоит только вот такой вот крупный мне очень она нравится я тогда понимаю как солить потому что мелкая вот этой вот которая совсем маленькая очень сложно мне не пересолить блюдо взяла себе хлебцы девочки вот такие вот взяла с томатом и базиликом и взяла вот такие вот тоненькие хочу сейчас полностью уйти от черного хлеба и попробовать с хлебцами кушать в общем хочу немножечко с углеводами поиграться оливки взяла это я взяла себе он без косточки я люблю вот такой вот хлеб мужем семечками черный пшонка закончилась докторская колбаска молоко маленький пакетик взяла руслану хочу блинчики на завтрак сделать творог 9 процент на тоже русику на сырники вот такой вот беру сыр делаю сэндвичи частенько в тостере вкусно получается жилье взяла но можно было конечно сама приготовить но что-то я вот купила решила купить не стала думаю не буду возиться жилье взяла вот такой вот легкий сыр взяла сгущенку для блинов это мой любимый творожный сыр утром я себе позволяю его скушать кукурузу взяла у меня муж с русиком любят очень просто покушать вот такой вот беру греческий йогурт себе для заправки каких-либо салатов сырки взяла руслану вот эти очень нравятся они вкусные девочки реально прям такие знаете похожи хоть на сырки тузьке взяла корм девчонки но вообще я и покупаю вот такой тоже я его взяла но уже потом в другом магазине вот этот прям вкусный он кусочками ломтиками она его хорошо кушает но вот это думаю попробую потому что это тоже такими вот ломтиками думаю что может быть будет она его кушать макароны яйца вот такие яйца магазинные я использую для готовки там для допустим котлет для блинов сейчас у меня домашний закончился сообщил стараюсь домашние покупать яйца прованские травы девчонки сегодня буду их использовать я тебе вот когда готовлю обязательно добавляла курочку прованские травы мне очень нравится взяла две упаковки для сладенького себе белевскую пастилу мне кстати она очень нравится зараза дорогая конечно но вкусная и она прям знаете вот хорошо убирает вот это вот чувство когда хочется сильно сладкого ничего особо сделать не сможешь да хочется все равно что-то сладкое съесть и вот пастила это прям хорошо помогает мне кабачки молодые взялась не оладушки с вами сделаем огурчики макароны макароны взяла шебекинский не очень большой выбор был я там была не очень хорошим большом магазине это что было в принципе так болгарский перец я взяла молодая картошка молодая картошка появилась сейчас отварю с укропом вот такую вот капусту на салатик розовые помидоры тоже на салат редиску последнее время я прям ее себе знаете чищу режу кусочками и просто кушаю вот как яблоко мне прям так вкусно баклажаны взяла сейчас соус приготовлю взяла цветную капусту скорее всего сделаю крем-суп листья салата просто помидорки именно для вот овощного саты вот такие вот подешевле помидоры и взяла два авокадо на завтрак у меня семга есть и буду делать себе на утро с хлебцом семгой с творожным сыром бутерброда с авокадо я очень полюбила авокадо сейчас и часто его кушаю позволяю себе постоянно покупаю прям мне нравится я могу его просто присолить поперчить девчонки и просто вернее даже не посолить а лимонным соком полить и поперчить и просто кушать без хлеба без ничего мне безумно вкусно нравится прям попробуйте вот долечками его почистить порезать и с лимонным соком с черным душистым перцем вообще очень-очень вкусно и сейчас еще кое-что покажу так девчонки у меня на балконе мои стоят канцелярские принадлежности сегодня зашла в магазин канцелярский у меня нет подставки мне знаете как вот для карандашей просто обычный стаканчик стоит и все как-то вот ну не помещается столик маленький я на балконе работаю в общем я взяла вот такую вот подставку цвет подходит под мою такую кожаную корзинку в которой у меня лежат всякий заряд в общем сюда можно что-то такое большое сложить здесь поставить канцелярские приборы потом я взяла девчонки ножницы у меня не было вообще в доме нет ножниц взяла вот такую вот тетрадку мне очень удобно я там когда сценарий пишу еще что-то для рекламы мне нравятся вот такие вот тетрадки на кольцах очень удобно заворачивать и взяла бумагу я не знала что бумага так дорого стоит почти 300 с чем-то рублей блин по-моему причем мне кажется что это даже не а нет белая белая бумага короче взяла бумагу девчонки стаканчиком пользуюсь просто вот стоит тут на глазах мне только что сейчас приехала вообще обалдею от него девочки очень крутой стакан кипяток держит очень долго мне нравится очень удобно я его сейчас вообще с собой везде тыскаю все время завариваю себе травяной чай и короче говоря прям стакан мне зашел очень удобный и моется хорошо такой прям классный сейчас открываю до сих пор там у меня тарафлю я заболела девочки тарафлю был налит прям горячим внутри еще осталось чуть-чуть я девчонки сейчас буду готовить кушать и смотрю сериал доброта посмотрите пожалуйста обалденный сериал смотрится на одном дыхании нету нескольких там сезонов по-моему всего 74 серии сериал обалденный называется доброта классный такой жизненный очень интересный и вот я сейчас буду фоном включать себе и буду девчонки готовить сейчас разберу все продукты и начну уже готовку посмотрим с вами что мы сейчас приготовим все вам покажу так девчонки ну что пришло время наводить порядок перед пасхой сегодня я убрала в комнате сейчас сняла шторы помою окошко навела порядок в косметике девчонки помыла кисти все убрала все перетерла дайсон привела в порядок его кстати нужно чистить тут у меня отложенные вещи в ремонт навела порядок в шкафу все перетерла всю косметику все убрала и потихонечку уже готовлюсь к весне к чистоте в общем уборки куча ну вот я за пару часов девчонки поубирала в ящиках все перетерла сейчас мне остается только вот помыть окошко пока будут стираться шторы также девчонки я убрала у себя в гардеробной сейчас покажу ай господи дверь заедает вещи все привела в порядок все развесила все по вешалочкам по цветам все чистое наглаженное разобрала обувь достала всю летнюю обувь выставила ее но ее еще нужно привести в порядок и почистить навести марафет подготовить к сезону зимнюю обувь теплую я уже упаковала в коробке все помыла здесь у меня порядок и следующее что я хочу сделать это договориться о химчистке потому что девчонки кровать вообще в ужасном состоянии вот тут все в статнах в общем я сама с этим не справлюсь я только поменяла сейчас постельную пропылесосила ее всю но я уже как бы сделаю генеральную уборку все помою а потом просто вызову химчистку мне почистят матрас и почистят саму кровать в общем сейчас буду мыть окошко в шкафах навела порядок все чистенько аккуратненько все везде протерла теперь только останется крупные крупноточечно поубирать сейчас покажу вам еще я вот штору замачиваю вместе с вами сделаем это я надеюсь что сработает так девчонки взяла кислородный отбеливатель и вот уже замочила один чайник вылила завела его и сейчас вот еще залью кипятком для того чтобы шторка у меня она постояла и отбелилась потому что уже очень она грязная очень такая знаете пожелтевшая горячо и вот так вот взяла шампунь и шампунем пытаюсь ее ну вот водичку как бы замочить сейчас она у меня постоит я ее потом переверну и сюда также сейчас разведу еще темную всю штору тоже замочу пока она постоит отбелится потом быстро прополосной уже будет все чистенькое так что девчонки у меня уборка полным ходом покажу уже что получится девчоночки ну как же я люблю когда чисто все шторки постираны я закрыла окошко потому что очень яркое солнышко у нас сегодня поменяла местами замик девчонки поставила его сюда ему не хватает солнца а вот это кашпо поставила сюда ну вот как-то пока такую перетрубацию сделала потому что замику не хватает я прям чувствую солнышко и я его девчонки надо подвязать и я его залила я думаю что сейчас я вот знаете пару-тройку дней освобожусь поеду куплю земли и надо будет его пересадить посмотреть что с корнями потому что мне кажется что что-то не так листики он выпустил новые но к сожалению это все немножечко не то я прям чувствую что ему нужна помощь все идеально чисто убрано постельчик поменяла плед в стирку отправила все девчонки прям вот разобрала красота и сегодня еще у меня по плану балкон буду вам потом потихонечку показывать все там прямо у меня глобально это уже в следующих влогах покажу вам уборку так что вот так вот я подготовилась к пасхе главное шторы постирала люстру помыла все картины все поперетирала поэтому у меня прям сегодня настроение шикарное так что девочки вот так вот уборочка завершена сейчас мы с вами поедем в одно замечательное место я очень давно хотела туда попасть давно уже не была там и мы с вами поедем сегодня в парк Тайкан покажу вам эту красоту я обижаю этот парк с животными там очень красиво много много всего интересного набрала продуктов разных для животных овощей фруктов и мы вместе с вами поедем сегодня все это посмотрим ну что это тебе вкусненько вот это вот одна из обезьян которая танцует под музыку попробуй включить музыку на телефоне какую-нибудь такую посмотрим сейчас получится нет она в прошлый раз так танцевала за вкусняшку эй куда ты пошла иди сюда еще бублик есть ну посиди сейчас музыка будет потанцуй с нам поставь пакеты на пол я сейчас возьму чтоб она понимала что случилось рассказывай смотри что у меня еще есть бублик будешь бублик будешь эй нет что то она вообще не в настроении ты будешь танцевать на бублик нет вообще без настроения просто раз она конечно веселилась побольше какие вы красивые полетайте все я их расистом кормлю классные это половинка ричика все все ты доел уже а вот прям слушай беги по одному ну ладно я достану не ну вы так судите да я так тише 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 брата а солонки ой они фрукты любят они фрукты любят какие красивые я тут держу сапожек это не драма ну не бойся давай нормально им давай не бойся они не укусят три морды сразу тише ой ой какие крыси я не могу просто они не реально красивые на солнце вообще на голубом небе ну и что ты банан не хочешь? нет а дай ей пожалуйста этот нет дай ей бублик пожалуйста она бублик съест она за банан встала видишь ну возьми я не смогу у меня вот так бублик будешь? не палочку а бублик палочку отдай палочку отдай палочку отдай ага ну ты шутишь забирай забирай давай давай там куда сюда все вот тебе и все подожди что она будет с ней делать? старенькая 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 написано сколько ей лет забирай выбрала палку ищи где-нибудь теперь палку пойдем а вот это кто в клетках? а это ягуары а вот мартышки еще ой это капуцины это капуцины по-моему видишь капуцины вы палочки сейчас ну ищи палку теперь какую-нибудь сейчас мы вам что-нибудь придумаем дадим даешь на все текай текай дам все молодцы кто еще придет? нет ты доедай давай на такие хорошенькие да? все нахапала? кто еще придет? вот идет еще сейчас одна ей не досталось а вот все съела держи держи нет я дам вот этому к вам у вас еще хоть просто кормят а этого не кормят никто ты маленький да? ты маленький да? давай достань скорей яблочко давай малыш ну пожалуйста давай давай вот так оп тысяч 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 ну крызанец вот еще яблочко ты просто ты складываешь их куда-то? ты что? сейчас найду ну ты яблочко не знаю а тот наверное старый дай поглажу хоботов поглажь дай поглажь 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 с удовольствием мне вкусненько вкусненько обалдеть так а это вот смотри тут обезьянки и вот тут вот смотри их тут видно как красиво девчонки смотрите какая красота обязательно если вот вы будете в Крыму посетите тут очень круто я прям душой отдохнула погуляла пообщалась с животными это конечно супер и хочу сказать что вот сам парк в идеальной чистоте колоссальный порядок все очень красиво и конечно вот кто держит этот парк он конечно большой молодец так ну и вот собственно за этой красотой мы и приехали посмотрите какая кисуля обалденный красавчик иди сюда как майтёна красотулечка просто красотулечка greется на солнышке а вот красотулька иди сюда иди 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 красавчик какой красивый ты бублик будешь нам нельзя ну мясо надо пойти купить себе вот есть поговорка тигр в клетке ходит туда-сюда красотулечка вижу жарко уже жарко на солнышке да жарко надо в тенечек ложится очень чисто везде жарко ему очень а а вот боже какой он красивый так сладко спит лапки такие вот оно что пакет точно ну не буди сейчас как прыгнет на меня я испугаюсь девчонки а вот смотрите есть вот такие тут дорожки можно подниматься наверх и сверху наблюдать за животными и кормить их сейчас пойдем на я конечно сегодня хотела бы еще пофоткаться с маленькими тигрятами но наверно не получится так вот отсюда видно мы сейчас туда пройдем и отсюда можно сверху на них тоже вот смотреть и по полностью так по периметру ходить сейчас пойдем лев девчонки красивый такой вот сейчас мы вот так вот и пройдем девчонки смотрите вот так вот гуляем под таким вот переходом сверху и смотрим на лёвиков с этой стороны видите мадагаскар классно он сделал тут всякие такие надстроечки очень красиво сейчас мы дойдем на лёвиков вон стоит лев вдалеке мы с уважением на территории парка предлагаются услуги прогулки на электромобилях обзорная прогулка все вот мы пришли ради этого а пакета шуршиш и он сразу и вот эти сразу раз и повернулись красавчики и вон там вот короче их много теперь тут мы обошлись только их отсюда сейчас не выпускают видимо красивые красавчик а я твоя еда вот если упасть туда не пугай меня могу свалиться какой-то красивый старенький так девчонки ну все закончилось мое путешествие по парку находилась получила колоссальное удовольствие вообще все очень круто и сейчас мы уже поедем домой наверное кто-то заедем покушать я обижаю такие места и вообще вот просто для меня это самый лучший отдых я не усталости не чувствую абсолютно мы столько походили территория конечно очень большая парк чистый все выполнено идеально очень круто очень круто так что приезжайте с моторокина приезжайте обязательно посетите парк потому что он очень красивый ой девчонки наконец-таки построили у нас площадку для собак такая ну небольшая со всякими такими штуками для тренировок вижу тут маленькие собачки конечно тренируется прикольно но по крайней мере знаете как хорошо что все в заграждении вот мы его сейчас отпустили правда он у меня купанный сейчас будет весь в пыли единственное мне конечно не нравится здесь вот это покрытие взяли бы газончик и каждый допустим за собой убирал думаю что это нереально наверное нет вообще не понимаю каши какое покрытие должно быть для собак всем русик с ним бегает бесится играется рую смотрю тебя укусит сейчас и штаны порвет мячик пусть носит покидаем чтобы он тоже может что-то ну были прыгать страшно лапки чтобы он не повредил на вряд ли он прыгнет поймет что короче вышли мы на прогулочку на вечернюю сейчас русик с ним побегает я пойду с ним ходить гулять пойду наконец-таки честно вот найти прям не хватало в жигульке такой вот площадке ну конечно могли быть и побольше сделать они все дома вам строят 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 и вот там деткам конечно очень красивые эти площадки делают а вот для собак вот это единственная на всю огромную огромную жигулину рощу просто площадочка ну хоть за такое спасибо потому что вообще негде было выпустить что побегала собака так девчоночки я почистила картошечку кожуру не счищала и сейчас я ее отправляю в кастрюлю и ставлю вариться будет отварной картофель с укропом вот так вот помещаю в кастрюльку сейчас дальше будем с вами готовить соус так девчоночки сейчас у меня здесь куриный фарш мы с вами сделаем заготовку для котлет и уже потом будем с вами делать соус это уже в последнюю очередь смотрите что я делаю я беру небольшой кабачок сейчас посмотрим наверное я использую но вот прям вот такой вот кусочек этого будет достаточно я его потру на терку потрем мы его с вами на мелкую терку в фарш куриный вот таким вот образом у нас тогда сами котлетки получатся очень-очень сочные сейчас мы посмотрим может эту часть до 3 чтобы было вкусно это кстати очень такой классный крутой ингредиент который я скажем так даже секретный ингредиент который я добавляю именно в куриный фарш и тогда котлеты просто получатся бомбическими очень нежными очень сочными жарить мы с вами их будем наверное в сухари как скорее всего чтобы можно было если что съесть холодными таким вот образом натираем да придется наверное затеять все-таки и часть тут у меня кусочек остается я оставлю его попугаю сейчас пойду отнесу ему кабачки хорошие что конечно не молодые танки кабачки но уже хочется весны сегодня уже увидела появилась молодая картошка хочется уже свежих таких фруктов и овощей с огорода но еще конечно привозные все овощи ничего страшного уже скоро 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 на улице тепло хорошо я думаю что скоро все у нас расцветет все дотерли кабачок теперь разбиваем два яйца так теперь девчонки я добавляю обязательно соль будем потом солить еще по вкусу и смотрите я обязательно добавляю черный перец мне очень нравится вот такой вот это из метра их перец очень кстати остренький и очень пахучий и еще я добавлю такую же приправу для курицы вот так вот все и теперь девчонки смотрите прям ручкой буду хорошо хорошо перемешивать наш фарш фарш очень достаточно жидкий после того как я его разморозила но мы его будем взбивать девчонки и он должен приобрести хорошую консистенцию нужно тщательно тщательно перемешать все пробуем его на соль отлично и отставляем его он у нас немножко под постоит и будем периодически его вот так вот подмешивать чтобы он принял нужную нам консистенцию а пока займемся нарезкой овощей для сатэ так девчонки смотрите я представила вот эту сковороду свою старую она у нее очень хорошее дно толстая и вот сатэ будет той консистенции которая мне необходима как я люблю я обязательно беру обычное подсолнечное масло по куче наливаем и сейчас будем резать овощи сейчас покажу в какой последовательности я буду добавлять овощи честно девчонки лука кладу больше но у меня лука нет закончился русик уже не успеет сбегать но ничего страшного в принципе его будет достаточно и этого кусочка я прошу вот такими вот кусочками лук сейчас девчонки он прям тут раз этот самый развалился но ничего все ужарится и будет все хорошо лук и теперь будем крошить болгарский перец с вами болгарский перец будем крошить тоже такими небольшими кубиками чтобы сатэ было порезано красиво ровные все ингредиенты были ровные и вот я сейчас вам покажу что у нас получится это будет очень вкусно отправляем вот это сейчас на сковороду все и докрашиваем болгарский перец с луком он у нас будет сейчас с вами жарится картошечка уже закипела всегда стараюсь брать перец болгарский разный потому что например вот этот вот красный до длинный он очень ароматный желтый этапом не искусственный какой-то такой перец я его вообще люблю использовать конечно на мангале его вкусно жарить вот именно такой перец у нас сатэ просто будет красивый цвет желтенький добавлен и будет очень вкусно там девочки перемешиваем нашу поджарку и пока болгарский перец у нас обжаривается теперь я беру баклажаны и обязательно счищаю кожуру как раз мы это успеем с вами сделать пока наш наш болгарский перец дойдет до нужной нам консистенции и теперь мы баклажан нарезаем вот такими вот кубиками уже очищены стараемся сделать плюс-минус одинаковые кубики вот таким вот образом наши овощи уже обжарились у них должна быть это полумягкая консистенция и теперь мы с вами отправляем наши баклажаны также все перемешиваем и даем им обжариться по качестве докрашу еще два остальных и уже покажу дальше что мы будем с вами делать баклажаны моментально в себя выбрали масло поэтому их нужно будет почаще перемешивать для того чтобы они не подгорели они потом выпустят свой сок и масло назад поэтому мы пока масло больше не добавляем так пока у нас овощи жарятся мы натрем на терку помидоры и и дальше вот я вам покажу такую небольшую фишку как вот именно соте приобретает ту консистенцию которая нужна которая очень вкусная обязательно вам сейчас ее покажу сейчас я натрем помидоры у нас наш соус жарится мы не успеваем его обязательно перемешивать чтобы ничего не подгорело поэтому я и взяла сковородку с толстым дном чтобы овощи хорошо и равномерно прожаривались смотрите у нас вот получилась с вами помидорки получились и теперь мы берем томатную пасту обязательно и добавляем прям ложечку полную томатной пасты и вот томатная паста придаст именно ту густую и классную консистенцию соусу и будет обволакивать овощи получится очень вкусно потому что когда просто делать с помидорами их то будет будет очень водянистая консистенция поэтому мы вот таким вот образом перемешиваем наши томаты с помидорами томатную пасту с помидорами и сейчас когда наши овощи подрумянятся я вам все покажу будем дальше добавлять томатную пасту так девчоночки смотрите вот это консистенция у нас получается по соусу да овощи обжарились теперь мы заливаем все томатной пастой и помидорами солим и я обязательно добавляю черный перец все перемешиваем и мы не накрываем крышкой так чтобы жидкость лишняя выпарилась только в самом конце я уже накрою и нам немножечко протушиться но вот пока все это дело у нас готовится под на сковороде с открытой крышкой вот такая вот однородная обволакивающая консистенция должна получиться вот именно при использовании томатной пасты все мы уменьшаем огонь и наши овощи тушатся на медленном огне без крышки для того не появилась лишняя жидкость и уже дальше я вернусь вам и покажу мы добавим зелень накроем крышкой и уже покажу что получится так девчоночки смотрите у нас жидкость уже практически выпарилась овощи наши обжарились впитали в себя сок я все перемешиваю на соль попробовала теперь добавляю зелень в идеале добавить кинзу кинзу я сегодня не купила ее не было это прям идеальное сочетание с этим соусом я добавляю петрушку и теперь накрываю все крышкой и прям уменьшаю огонь на единичку и у нас это все буквально еще несколько минут протушиться все сейчас мы начинаем с вами делать еще одно блюдо потом будем делать котлетки так девчонки теперь мы сделаем мои оладушки которые я кушаю на правильном питании мы берем один кабачок и натираем его на крупную терку смотрите мы натираем кабачок и лишнюю жидкость мы абсолютно с вами никуда не сцеживаем и не убираем так это еще гуф уйдет один презент да гуф любитель у меня подежурить на кухне и посидеть вдруг что-то перепадет я его кормлю овощами смотрите что мы делаем с вами дальше так девчонками до вас как-то поставить чтобы вам было прям видно смотрите у нас здесь потертый кабачок добавляем одно яйцо кабачок дальше я обязательно добавляю свой любимый перчик черный совсем чуть-чуть щепоточку и прованские травки я сейчас последнее время их использую очень часто так прованские травы добавили теперь добавляем соль себе я солю не очень обильно перемешиваем все аромат просто божественный от трав и смотрите я сюда добавляю а вот тут она мне пересыпана в контейнер девчонки муку из зеленой гречки будем добавлять с вами вначале одну столовую ложку перемешиваем и посмотрим сейчас нужно ли будет еще добавлять я очень люблю такие оладушки из тыквы я их делаю часто можно их сделать сладкими приправить медом либо добавить сахарозаменитель так ну и добавляем вторую ложечку всего две столовые ложки мы будем с вами добавлять этого будет достаточно пока будет разогреваться сковорода у нас мука наша расстоится и мы добьемся нужной консистенции и сейчас я буду их жарить и покажу вам что у меня получится девчонки смотрите я разогрела сковороду слегка смочила оливковым маслом и сейчас мы будем выпекать наши оладушки наше тесто мы перемешиваем еще раз хорошо сковорода должна быть очень разогретая чтобы они схватились и вот так вот по столовой ложечке мы выкладываем на сковороду теперь мы переворачиваем наши оладушки и также обжариваем с другой стороны привет Лёш так девчоночки смотрите берем теперь наш фарш и формируем котлетки руки должны быть мокрые обволакиваем в сухариках вот так вот слепливаем и выкладываем на горячую сковороду я буду сегодня делать их не очень много просто на ужин русиком смотрите мы будем их сейчас обжаривать а потом накроем крышечкой и немножечко протушим видите какие они румяные и красивые получаются и очень очень сочные все обжариваем ну что ужин у меня готов смотрите вот такое вот очень вкусное аппетитное сатэ получилось кабачки мои тоже очень аппетитно выглядят я сейчас буду садиться кушать котлетки девчонки сейчас покажу вам какие получились очень сочные они под крышечкой поднялись уже готовы и картошечка сварилась я ее сейчас стыжу водичку заправлю укропом свежим и сливочным маслом и тоже буду подавать на ужин пока стоит в теплой воде чуть чуть попозже я солью воду и уже буду своих кормить так что девочки всем кто кушает приятного аппетита мы с вами приготовили такой замечательный ужин и всем пока пока